Мы в селе Дальник. Сейчас здесь заливают фундамент для детского приюта. Рядом уже готовый приют для бездомных руководит строительством глава общественной организации «Новая жизнь» Федор Герасимов. Он уже 10 лет помогает бездомным. Не только дает им крышу над головой и лечит, но и трудоустраивает. А еще пункты обогрева на Куликовом поле – это тоже его работа. Скажите, пожалуйста, приют для детей и приют для бездомных рядом. Не было еще проблем каких-то с этим? Нет, тут немножко категория для людей, которые уже прошли полностью курсы реабилитации, восстановления. Эти люди уже помогают тем, которые на палатке, на пункт обогрева, там же, где инвалиды у нас. Проблема, я знаю, что были с местными жителями, жителями села. А сейчас как этот вопрос решился? Они не хотели, чтобы у них рядом жили бездомные, да? Да, но у них была паника, они испугались, думали, что все бездомные с Одессы придут туда. Они не поняли, не вникли в суть проблем, в суть ситуации, вообще, что тут будет. Сколько сейчас людей здесь живут? Тут живут где-то 60 человек. Они же занимаются строительством, я правильно понимаю? Тут мы все сами своими силами делаем, все мы сами строим. Можно нам экскурсию, я знаю, что к вам приезжают со всей Украины, посмотреть на ваш приют, каким он должен быть по всей стране, кто к вам приезжал? Нам приезжают каждый день, вчера приехали с Кривой Рог, с Киева, сегодня также с Киева, с другой организацией, приехали с Днепропетровска, приезжают с Черкаса, вот сейчас едут, со всей Украины едут, чтобы посмотреть, как поставлена работа именно в этом направлении. Лучший приют в Украине, можно себе так сказать? Ну, так говорят все, это не мои так считают, но, в принципе, из того, что мы видим и бываем в этом, то для этой сферы это, ну, лучший. Можно мы посмотрим экскурсию небольшую? О, сейчас обед, кстати. Вот такие у нас комнаты, да, живут по 4 человека в комнате. Есть женские, есть мужские комнаты, да? Это мужской корпус, там, женский корпус, вот такие. Они следят сами за порядком? Да, сами следят, дежурят тут. Сколько реабилитация первый этап занимает, чтобы переехать вот в этот дом? Ну, первый этап занимает от 6, где-то до года. Это первый этап, чтобы, это уже видим по человеку. Иногда бывает за 6 месяцев он несколько раз может сорваться. Ну, в среднем от 6 до года. Потом уже переходит сюда, это когда уже мы понимаем, что человеку можно уже и деньги доверять, и все. То есть он может устраиваться на работу, он может получить зарплату. И самое главное, чтобы эти деньги правильно распределил, чтобы он мог на ту зарплату выжить. То есть месяц, а не так, за первые 2-3 дня, потому что бездомные люди, это люди, которые, они могут за 2-3 дня деньги, которые есть, просто их потратить и все. И потом целый месяц. Отчего многие выходят на улицы и начинают жить на улице. Потому что неправильно распределяют финансы. Расскажите, пожалуйста, о детях. В месяц вы говорили, сколько вам встречаются бездомных детей? Ну, нам встречаются каждый месяц. 2-3 случая бывает, это то, что мы встречаем. А так звонят постоянно, звонят и просят о том, чтобы принимать маму. То двое, то трое, то четверо. Семьи, матеря, насилие дома. Они уже не выдерживают и уходят. Некоторые спиваются, некоторые борются. И нам звонят со всех служб, департаментов. Пожалуйста, можете. Мы только начали проект строить. Я думаю, что мы только его запустим, за месяц он будет полный. За месяц будет полный детский приют. Мы идем в женскую часть приюта. Так, я вижу игрушки. Здравствуйте. Это у вас ребенок? Расскажите, пожалуйста, о ребенке, о том, нужен ли ему, как вы считаете, по соседству приют, тоже дом. Конечно, нужен. У нас получилась такая ситуация, что мы остались без жилья. И построил Федор, нас приютил, но нет условий для детей. Расскажите, сколько лет ребенку? Три года и пять месяцев. Меня за Федор. София, сколько лет, София? Два. Два годика? Уже было три. Уже три было. Ты пропустила? Как вышло так, что вы остались без жилья? Я бывшая наркоманка. Меня посадили в тюрьму в 2011 году. И умерла мама сначала, потом папа, и сестра у меня с братом. Меня не приняли домой. Мы ее еще делали в тюрьме. Она сидела в 74-й колонне. Потом она освободилась. Родила ребенка. Ее муж, который был, бил это. У нее очень большие последствия на этом. В принципе, таких у нас попадается в год пять-шесть матерей. Поэтому и пришли к такому, чтобы строить такой детский приют. Даже мы рассматриваем такое, что, может быть, мы будем тут их обучать, как уже делали на других странах. Нужна будет команда преподавателей, воспитателей. Ну, мы уже работаем над этим. Мы уже ведем переговоры. Мы уже ведем с теми специалистами, которые готовы в этом включиться. Потому что, скажем так, это не коммерческие проекты, это социальные проекты. И приют тут будет абсолютно бесплатный. Поэтому даже, скажем так, те, которые будут работать, то есть, это, понятное дело, большинство из них, это будут волонтеры. Ну, надеемся, может быть, государства будут датировать. Ну, это такое дело. Будут они или не будут, мы по-любому это будем помогать. Вы 10 лет этим занимаетесь? Сколько через вас прошло примерно людей? Через наши по регистрации больше 50 тысяч. Это больше 50 тысяч, которые пошли. Восстановились где-то 1300 с чем-то человек. Это которые полностью встали в социум. Которые живут в домах, в семьях. Это не только в Одессе, но и в некоторых других областях. А некоторые даже уже из-за границы живут и уже имеют и семьи. Это успех, потому что говорят, что он сам выбирается. Три года. Бездомный человек, это самое тяжелое, чтобы поставить на ноги. Это занимает три года. В прошлом году 1700 человек за зиму прошло. Готовы были, как бы можно сказать, которые уже все, в основном 23 человека. Ну, это хороший результат. Земля ваша куплена вами лично? Ну, земля куплена нами на деньги, которые собраны по всему миру. Мы хотели переделывать из старого, сделать, как бы, такой небольшой приют. Но то, что нам сказали, что потом проблема будет с узаканиванием. И мы не сможем придать статус детского приюта. Примерно, приблизительно мы планируем на 70 детей. С учетом детей, которые вот... Мы уже 10 лет работаем в этой сфере. И за год, ну, в среднем, попытается 10, 12, надо до 15 таких случаев, когда приходят либо на улицу, либо там, где мы кормим, либо там, где пункт обогрева. Приходят мамочки с маленькими детьми. И мы всегда вызываем соцслужбу. Они приезжают и по всем законам, то есть лишаются. Ребенка только отнять можно? Только отнимают, и все. А потом забрать ребенка, это практически невозможно. Ей придется потом доказывать так, что она социально защищена. Что даже обычные люди, которые имеют дом, и у них все благополучно, они не могут. Тут будет, в принципе, детская площадка. Тут небольшой стадион будет для них. Тут полностью вся эта зона будет для детей. Мы хотим больше, как бы, такой мини-пляж для детей. Он не глубокий, да? Потому что я уже боюсь. Нет, ну, есть тут неглубокая зона, там немножко глубже. Но все равно тут будет все под наблюдение. Кроме этого, еще мы тут сейчас работаем над этим проектом. Будем отправлять гуманитарную помощь на Кубу для малоимущих. Вау! Ну, сама идея... Мы достигли, Украина достигла того уровня, чтобы помогать Кубе? Ну, как, бедных не закончились. Моя идея максимально со всех областей, чтобы была собрана помощь. Ну, Украина, да, ее разворовывает, но не настолько она бедная. То есть тут я не могу сказать, что прямо бедная, что мы живем хуже, чем в Африке. Я был в Индии, я был в других странах, где живут намного хуже. С 2014 года по 2018 год мы собрали больше тысячи тонн гуманитарной помощи в Украине. Я понял, что мы можем отправить раз в три месяца один контейнер гуманитарной помощи в виде вещей. Там нуждаются, там есть какой-то запрос, да? Там, чтобы вы понимали, люди стоят с пяти часов утра, стоят в очередь, чтобы получить, как они говорят, паунт картошки. Не факт, что они его получат. Зубы чистят мыло. Это же наши славяне, которые однажды уехали с Украины, и вот мы с ними работаем, мы тем людям. Мы не именно кубинцы, а наши, которые, когда еще их отправляли во время коммунизма, отправляли туда, чтобы поднимать купол, оттуда дни выйти не могут. Больше как бы работаем и получаем письма о нуждах от наших граждан. Скажите, чем сейчас можно вам помочь на этапе строительства? Я знаю, что все делается за свои деньги. Сейчас нам нужно газобетон, цемент. Это самое острое, что будет уходить очень много на этот период. Поэтому, в принципе, в целом, может быть, кто-то имеет на базе какие-то материалы, которые не продаются, то есть могут сделать доброе дело. Такие люди, вот, например, двери нам уже полностью на все здание дали. Окна еще нет. Может быть, кто-то, какой-то завод хочет помочь нам с окнами. Будем благодарны. Номер, карты и контакты будут в описании. Продолжение следует...